Дорогие друзья, добрый вечер! У нас снова вечер. Пять часов. Пять часов время окончания наших школ. И хотела пару слов сказать о наших детях и о безопасности детей в школах. Вы наверняка по телевизору периодически слышите, что где-то там в Америке врываются в школы, стреляют в детей, охрана не работает. И, значит, проблемы, проблемы, проблемы с детьми. В Испании, как таковых, в принципе, таких проблем нет, потому что школы, значит, изначально закрываются после девяти утра. Закрывается ворота школы, закрывается дверь центральной школы, и дети находятся по своим классам. Значит, если они и выходят гулять, выходят гулять во внутренний дворик, который называется патио, там гуляют, играют, и ждут окончания рабочего дня, когда мамы придут и заберут их домой. Это тоже специальная процедура, о которой я расскажу вам сейчас. Сейчас подойду поближе к школе и покажу вам, как это действует. Школьное время закончилось. Детки идут домой, идут с родителями, с мамами, папами, сёстрами, бабушками. Полиция контролирует движение обязательно, чтобы не было никаких проблем, значит, возле школы. Школы в Испании сделаны так, что, в принципе, вход в школу закрыт, всё контролируется чётко, родители войти вовнутрь не могут, и я считаю это правильно, ни родители, ни посторонние не могут войти в школу. Дети тоже, как сказать, выдаются воспитательницей, либо учительницей, значит, чуть ли не посписочно. Выводит воспитатель детей и смотрит, где стоит тот или иной родитель. И тогда ребёнок имеет право уже выйти за пределы вот этой школьной территории. Пока родитель не подошёл, значит, ребёнок никуда не идёт. Вот, это дети младшего и среднего школьного возраста. Вот так всё это контролируется. Значит, можно забрать и своего ребёнка, можно забрать, значит, ребёнка, допустим, соседей, либо знакомых, но на это должно быть официальное разрешение, разрешение от родителей. Даже когда мои дети уезжали, значит, в отпуск, и я должна была забирать свою внучку, я обязательно должна была предоставить, значит, воспитательнице, учительнице класса мой документ, и в какие дни я буду приходить забирать девочку. Воспитательница меня уже, в принципе, знает, и поэтому без проблем отдавала мне ребёнка, как старшей родительнице. Ну вот так, а мамы, папы стоят и ждут, пока детей отпустят из школьного класса. Ну вот, дорогие друзья, детки из школы идут, кто домой, кто идёт на детскую площадку, поиграть немножко с друзьями, отдохнуть немножко, потому что как таковое особых заданий, как вот у нас, например, детям, здесь в Испании не даётся. Даются задания на выходные, иногда на каникулы. Ну, а я иду своей дорогой, моей знакомой дорогой, и иду опять же к моим кошачьим малышам, к моим друзьям. У меня есть небольшая коробочка, коробочка с едой, с мясом, с мясным фаршем, немножечко таких кошачьих хрустиков, ну, всяких, всяких-всяких вкусняшек, на, значит, которые очень нравятся моим малышам. Иду, и знаете, многие писали, как хорошо, что вы помогаете бездомным котикам, приносите им еду. Я уже отвечала в комментарии и ещё расскажу. Значит, бездомные котики, они в принципе вот там, значит, в этом месте, где они собраны, они не нуждаются в еде. Это специальное место. И за этим местом закреплён специальный человек, который здесь на работе. И каждое утро он приезжает и приносит, значит, котам и сухой корм, и влажный корм. Поэтому проблем, как таковых, нет. Единственное, естественно, проблема, ребята, что они живут на улице. Они живут на улице. Вот и всё. И живут в таком месте, где люди выгуливают своих собак, а у многих собаки большие. Даже есть такие в стиле бойцовских собак. И, конечно же, вот в такой холмистой местности, естественно, хозяин свою собаку отпускает. И всякое может с ними случиться. Поэтому, как бы, не та цель, что животные голодают. Что я туда хожу? Однажды, ещё в декабре месяца, я увидела там небольшую кошечку. Кошечку с окровавленной лапой. И, естественно, позвонила смотрителю, попросила, что случилось. Он говорит, я её привёз из другого места, я не знаю, что с ней случилось. Ну, в общем, так и так. Конечно, операция, операция стоит большие деньги. И мы не знаем, повезём ли её к хирургу или нет. И, в принципе, она может, значит, осмотрел её врач, местный ветеринар, и сказал, что это, естественно, хирургическое вмешательство. Но, в принципе, кошка не... Ну, как бы, лапка подзажила, она и на трёх лапках скачет. И, вы знаете, вот как-то, ну, запала мне в душу. Эта малышка, эта малышка запала мне в душу. И, вот, в принципе, ради неё я и хожу туда, ко всем котам. Остальные, в принципе, могли бы прожить и без меня. Да и она живёт без меня. Но, как бы, подойти к ней невозможно. Она очень дикая. И всё-таки я надеюсь, что в какой-то день, наступит тот день, когда мы с ней найдём общий язык. И тогда, естественно, каким-то образом, либо хорошим хирургом, либо хорошим тёплым домом, я смогу ей помочь. И, знаете, всегда хожу и всегда говорю, надо мне найти. Всё-таки я слышала давным-давно песню, значит, и сказал ей ангел. Трудно помочь. Удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь «Здравствуй!» Здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро втайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись, я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. Я подарю тебе новую жизнь. Ну вот, на этом, в принципе, моё видео и буду заканчивать. Оно немножечко такое и серьёзное. Немножечко о правилах в Испании и немножечко грустное. Ну, а грустным мы с вами не будем. Я всё-таки иду к моей малышке, к моей хромолапочке и обязательно дам ей какие-то вкусняшки. Ну вот и всё, дорогие мои. Всем вам пока-пока. Всем весеннего настроения, мира и добра вам в душе. До новых наших встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова